Сегодня чудесный день осенний, а мои мужчины сегодня собираются на север, на реку Каква. Будут сплавляться. Сейчас я пойду их провожать, посмотрю, как они собираются. Едут на маленьких машинках, на двух. Рюкзаки, рюкзаки. Сейчас они все сложат вещи и отправятся в путь. Вот это мои мужчины, муж Александр и сын Володя. Рюкзаки, рюкзаки, рюкзаки. Рюкзаки, рюкзаки, рюкзаки. Мужчинку упаковали, все сложили. Осталось Володе позавтракать. Тогда взять полторашку просто воды. Можно? Попрызгал и все. На какой сплав? Давай пиши красиво. Вот следующее лето придет, я посмотрю, как ты себя за год будешь вести. Если плохо себя будешь вести, никакого сплава. Ни тебе, ни Саше. Понял? Так. Что? Присели перед дорожкой? Да. Надо вот тут стул, Герман, поставить, он повыше. Низкий, вот тот самый высокий. Давай, Герман, поменяй стул. Ни, нормально. Нет, он повыше, тебе получше сидеть будет. А этот не сожнулся весь. Давай. Видишь, он повыше. Вот, слезь. Ты поближе к голове, двигайся. Вот. А еще ты одинаковый. Нет, хорошо. Извините, пожалуйста, чтобы у вас подвеложили. Ну что? Все? Спасибо. Пожалуйста. Смотри, там нет. Пошли провожать наших мужчин с дочкой. Пойду. Это кран, Нана. Стоп. Я не могу, я снимаю. Ну что? А как? А что-то дыра у вас тут. Ну давайте с Богом, счастливого вам пути, хорошей погоды, хорошо отдохнуть. Мы вас будем ждать. Конечно. Конечно. Можем за путь. Что-то, конечно. Можем. Как? Да. Ха. Не могу. Не надо. Счастливо, ребята! Ангела-хранителя вам на все пути дороги! Кот из дома, мыши в пляс. Сегодня придет подруга ко мне, мы будем с ней париться в бане. Потом еще сниму.